вот друзья редакция местной газеты время и события час и пуги а вот тут пожалуйста старый львов вот так друзья в украинской деревне в чикаго живут украинцы вот так живут в кирпичных домах и там тоже это прям весь район так застроен я смотрю да очень мило друзья это вот у нас церковь православный храм да или это это не православный так это гречек греко-католический католический да украинская это католическая церковь это вот то что вот западная украина львов да там в основном вот даже мы с юга но у нас все православные церкви но здесь вы православных найдете но очень мало вообще в чикаго в целом в основном здесь народ западной украины да скажем так я понял это как-то он выглядит очень современная сказал такое ощущение что не так давно построен он есть он риноват в 76 году ага сант николас святого николая а вот еще пожалуйста тут камень такой написано года нет а 91 80 1888 а это не связано это со святым николаем и у них еще от этой церкви у них все есть школа и в принципе основная масса украинских детей ходят и учатся этом и прискал до пятого класса тоже тоже здесь рядом двух а тут же люди же вот вышел из дома помолился про то что удобно ты как бы свадьбы здесь проходят венчание кристины то есть ну все как все как украине вот уже готовится к хэллоуину скоро будет через через две недели то есть украинцы отмечают хэллоуин как все американцы декорируют а вот есть представление вот скажем в таком доме сколько стоит квартира стоит снимать или стоит купить и то и другое но если это будет в этом районе для это однокомнатная квартира но где нет ван бедрум нет это ван бедрум но как правило это не тот ван бедрум который у нас привыкли долго думать в украине и наверное россии что здесь ван бедрум это полноценная комната полноценный зал living room полноценная кухня ванная да это может быть приличной площади там 60 70 80 квадратных метров но здесь она будет стоить наверное 1200 1300 в месяц кирпичном доме можно за 900 найти но нужно постараться поискать слушайте у вас из деревяшек не строят вот какие-то кирпичи строят мы сейчас просто в таком районе где как я изначально говорил украинцы строили дома да вот она все построено кирпично но есть если деревянные точно так хорошо а если купить а если купить в этом районе то наверное будет не наверное в таком доме не знают в по новее будет четыреста тысяч пятьсот тысяч это будет ван бедрум это будет тетту бедрум тюбедрум вот если кто-то хочет пойти там и на realtor.com посмотреть почем тут жилье как он должен сказать zip код может какой-то zip код 606 22 можете набрать 606 22 и вот это вот это место или просто набираете украине украинских виллач на тоже вам видать результаты поиска ну по более аккуратнее будет по zip коду 606 22 то есть вот когда люди сюда приехали западной украины вот в этих кирпичных домах реализовалась вековечная мечта безземельного украинского крестьянина о так сказать модерновой хате то есть так мазанки были они вместо чтобы мазать или там из вот это вот из чего там эти мазанки сделали из блесткового кирпича вот они из настоящего хорошего кирпича американская мечта воплотилась жизнь да ну что же хорошо дальше мы идем уже принципе заканчивается украинская такая это просто какой-то дом такой частный одноэтажные дать мать и просто отдельно стоящий гараж тут не поймешь что это гараж каждого такого дома будет гараж сзади ну и аллея для для коммунальных услуг понятно хорошо такой светлый кирпич тоже очень приятный в том желтенький в основном я хочу сказать что вот как вы сейчас видите дома то принципе вот такой стиль домов он по всему чикаго и в нью-йорк тоже принято то есть он вам не трим но это не я бы сказал что и в сан-франциско такой стиль но только не кирпич а все-таки там из дерева и там они намного старше там застройка двадцатых годов может да ну дома все старенькие квартиры все тоже соответственно ну там все удобства тоже есть да да не все и все есть более чем просто что старая квартира чувство старый дух знаете что хочется вот так пройти поперек так мы друзья сворачиваем на боковую улицу и ходим смотрим на дома нас попросили на радио подождать 20 минут как-то мы так раньше времени приехали но лучше раньше чем поздно и сейчас будем беседовать с ребятами на радио и там же будет прямая трансляция а как-то называется это радио радио называется юки драйв юки юки драйв драйв до юки в украинские люди это как украинец да о как интересно да они он белочки да слушайте очаровательные домики а как это устроено с точки зрения владения вот допустим дом два этажа видимо там две квартиры до 2 флета кто-то владеет всем домом или или они как кондо оперируют как как правило есть хозяин который либо же живет в одной из квартир это было вверху так или же просто он сдает две квартиры сразу поэтому как правило на атак больше вы найдете что все дома они сдаются под ренту квартира и внизу квартира и в бейсменте только точно так же как карты на парке еще внизу же люди живут ага она она нападает такого пола полуподвальное полуподвальное помещение она половину дешевле да и как правило туда уже входят все коммунальные услуги и принципе сейчас уже и так перри встраивать что очень как бы приемлемо для жизни ну может не всем подходит да ну что ж это видит неплохо у кого денег меньше не веру может если говорить дешевле в цифрах то помню когда мы приехали мы искали тоже приехали без денег без особо особого имущества и вообще ничего не было мы искали искали но так и не решились мы нашли 400 долларов например можно было снимать полноценную однокомнатную квартиру бейс это даже не подвал а полуподвал у вас есть окна да все есть но как-то мы не решились и нашли лучший вариант чуть ну и почем было а мы нашли за 650 долларов двухкомнатную квартиру на третьем этаже ту бедрум да так подойти у вас есть ребенок у нас есть ребенок и сколько лет софия три с половиной года то есть она уже здесь родилась на здесь родилась доходит саж а что же вдвоем приехали и снимали ту бедрум мы так привыкли наверно с украины что мы жили ту бедрум квартире сами родителей с 2005 года с 5 по 11 так так уже нам было наверное планировали там оставаться когда софия давали была беременна но потом все-таки переехали сюда что мы движили чуть далековато слушайте колокола это вот бьют колокола это как раз вот на том храме здесь очень приятно и я бы сказал про пространство не 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 запарковано так стремительно как вот в центре города где просто там продохнуть невозможно я здесь бы по оспорил вопрос потому что сейчас просто будний день люди на работах ну да уехали после пяти вечера не найдете парковку нужно иногда даже час ездит ой мама ищешь ту парков но вот там за перекрестком на с той стороны вот там гораздо хуже с паркингом кстати там там совсем плохо уже малики не работают но там там может быть дома другие стоят побольше стоять и трехэтажные или замуж это учреждение нет тут нет учреждений нет тут нет разве что больница рядом есть а есть какие-то районы где там скажем компактно проживают не обязательно название им такое но вот где компактно проживают люди там из россии и так не знаю узбекистана или там ссср в целом вот не не специфически украиномовные а вот скажем их там русскомовные российскому есть такие районы я думаю один из районов будет это бафала грув это это не то это не район чикаго это пригород это пригороде там много русскоязычных живет и также на севере чикаго тоже очень много то при в принципе я здесь тоже много русскоязычных у нас все разбросаны по городу во всех частях города а вот такой вопрос я слышал знаете где-то форумные жизни там вот люди когда говорят про чикаго там есть такое ну как район не район но до него диван там все поселился на диване на диване на диване вот что это такое и вон это северная часть чикаго так она находится где-то минутах 40 езды при с трафиком наверное отсюда там а в основном раньше было так что все жили с индии и пакистана то есть она там так и считается что хотите индийской кухне пойти туда но точно так же как чуть далековато от центра города поэтому цены там дешевле намного то есть там как бы это место где селится новички допустим у которых нет особо денежки да и туда и там уже много и украинцев и русских то что вот это вот улица как бы такой у нее технический такой вид то есть вот сюда выходят гаражи мусорники да то есть как бы лицо дома на улицу а это как бы техническая такая сторона это интересно и гаражи да я понял то есть гаражи вот отсюда я думал а где же гаражи у них это вот так они и между гаражом и домом находится как бы плащину backyard да 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 я такой видел калифорниевский городок капитола вот он там тоже так устроенный кажется довольно прикольно необычно так давайте дальше делаем давайте перейдем на ту сторону чтобы нам солнышко не било в глаза в тени пойдем интересно получается я вчера показывал вечером как бы урбанистический такой пейзаж улица много трафика все бибикают сам как-то народу много ходит вот а здесь такой я бы сказал мирный но все-таки двух трехэтажная америка ни одноэтажная да отмычал мичиган поедем завтра так сутричка вот я думаю там мы насмотримся там за за 100 тысяч там дома продаются ну естественно это полтора-два часа отсюда а мы ездили в детройт здесь тоже одноэтажные но они в основном западной части города возле аэропорта казалось бы люди западную украину должны поселиться в западной части города хотя они нет там тоже есть своя такая как считался раньше польский район опять-таки потому что далеко от города сейчас цены на жилье там хорошие гораздо дешевле намного украинцев и там тоже есть украинская церковь украинский банк что такое украинский банк объясните все говорят банк но на самом деле это как бы кредитный кредит юнион украинский ну как нон-профит банк да хорошо и это все тут же жилое да тут нет офисов вот в этих зданиях могли бы там зубопротезный кабинет какой нет 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 это все жилые смотрите друзья вот у нас два типа кирпича мы видим кирпич слева это просто кладка а кирпич справа это так называемый спонтом кирпич он декоративный до кирпич значит кирпич спонтом и кирпич индит так сказать а вот это вот полуподвальное помещение мечта мечта многих полноценная квартира там у вас все есть и стиральная машина но как правило в этих же помещениях полуподвальных стиральные машины и сушилки до которым пользуется весь дом понял то есть как интересно это вьется что-то такой виноград слушайте листья листья виноградные как же вот вот мы видим похоже прям ну чисто киев как-то в южноукраинские виллся виноград а виноград вьется да и ну чуть больше на на юг там где проблево там есть виноградники кобливает что я вина да вы чё есть такие вина до шабо есть такой бренд украинский и там очень много хороших мин вот уже ли так вот живешь живешь кстати у нас продаются здесь то есть все знают горилку и все знают там перцовку но чтобы шабо так подойдет а что это за мусор такой это зачем но это видимо может люди не платят за уборку мусора так много но выносят на улице не могу судить их должны были бы оштрафовать мне кажется а может быть здесь пока никто не живет и строительный мусор не могу сказать ну да да явно двери новые ставят наверно механика это пришел ну да вот справа школа а вот школа вот это вот эта школа начальник классов это все из кирпича друзья так а вот скажем вот такой большой дом это просто квартиры бренд что-то это мне напоминает что за английской в этом есть этим великобританская вот цвет кирпича вообще сама эта кирпичность давайте я наведу поближе чтоб ребятам было лучше видно вот я как человек выросший в большом городе люблю когда кирпич а так вы живем такого фанерно-деревянным и все время ощущение такой хрупкости каменные джунгли ну а здесь так ну это не джунгли это это балк обалдеть мне очень нравится этот желтенький знаете вот этот желтенький кирпич он вот вот этот вот здесь 5 я тоже на виду поближе хорошо а девчины ходите там чтобы знаете с венками например да у нас у нас проходят ну как бы в обычный день наверное нет но когда какое-то событие слушайте мне очень нравится это вот тут наверху наверху там у людей дворик такой как же это не вышиванка висит ну не видно нет но такая нет насчет вышиванки не могу сказать то у нас ходят с венками вышиванках когда праздники так украинские вот недавно только закончились так праздники здесь все перекрывалась блоки как и прикрывались до украинская на разлив прямо из украины пиво до оболонь да конечно да я когда по киеву вот три года назад гулял со светлой так там спускаешься в метро когда по эскалатору и мы обычно пешком так движемся то есть и слова перед и мы тоже не стоим ходим ну и там народ обходишь я уже так по американской традиции дабы извить но из сори там то но мы не скажем же сори вот я им был извиняйте 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 и как-то оно натурально происходило я не специально там дразнил кого-то а просто как-то само по себе это продуктовый магазин а пошли пошли продуктовый магазин он открыт заду друзья даду это хорошее мороженое прибалтийское что даже не помню откуда они очень очень вкусная да да